Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем проходить Илью Муромца и Соловья Разбойника, вторая часть прохождения, и мы остановились на том, что мы выяснили, что Соловья Разбойник направился в Царьград. Мы отправляемся на этот, в порт, чтобы туда отправиться тоже. О, ничего себе! Что-то не очень убедительно. Почему ее заперли, ну-ка? Здоров будь, служивый человек. А барышню-то, что за решеткой у вас сидит, на каких основаниях задержали? Так без документов она, и ведет себя уж больно нахраписто. Что есть, то есть. Ммм, да. Ну, в любом случае, давайте в порт, кстати, это первая, кстати, вот это первая локация, где вот появляется вот этот вид курсора. И, собственно говоря, где идет прокрутка экрана. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, мне пора в Царьград. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Плавает лапша в супе. На корабле для Царьграда доплыть. В смысле, доехать. То есть, дойти. Нельзя. У нас на борту груз секретный для византийского министерства обороны. И пассажиров брать не положено. И что, вообще никого не берете? Пассажиров не берем. А вот в команду нам один человечек требуется. Специалист по морским узлам. А может я подойду? Всегда мечтал моряком стать. Правда? Ну попробуй. Вот, держи тестовое задание. Как развяжешь все узлы, приходи. Ну-ка, ну-ка, попробуем. Тихуты. Не за тот конец потянул. Так, кто ж так развязывает-то, а? Слушай, не сложилось как-то с твоими узелками. Уж больно хлипкие они. Может, возьмете меня в команду? А я всему по дороге научился. Не, нам такие специалисты не нужны. Годик-другой потренируйся на веревках, а там приходи на другой корабль. А может, дашь мне еще одно тестовое задание. И не думай даже. На такого здоровяка канатов не напасешься. Тьму тараканская гавань. Корабли на Царьград ходят по вторникам и четвергам. Но не всегда. Может, барышня в узелках разбирается. А ты, барышня, в узелках всяких разбираешься? А как же? Я еще вязать и крестиком вышивать умею. Это хорошо. Освобожу тебя. Поможешь мне на корабль пройти? Там как раз специалист по морским узлам команду требуется. А у меня силушки для такой работы многовато. Конечно. Я, если на чистоту, и сама в Царьград собиралась. Визит князя Киевского Византии освещать. Договорились. Вот гляжу на тебя. Хозяйственная девица. Крестиком даже вышивать умеешь. И как тебя в летописца занесло. Ничего ты не понимаешь, богатырь. Это же мой гражданский долг. Правду обо всем, что творится в мире, до народа доносить. Ну-ка. Договориться надо. Слушай, служивый человек. А если я, барышня, документ сделаю? Отпустишь ее? Отпущу, конечно. Она меня-то совсем уж достала. Хм. Ладно, хорошо. Тогда сложностей больших с этим не будет. Клей в походной жизни. Вещь первейшей необходимости. А чего бересте первосортной пропадать? Так ведь и сгниет. Ну, документ это прежде всего бумажный документ. Я думаю... Вот, держи. Документ на девицу. Какой же это документ? Он и не заполнен-то совсем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шутка, шутка. Ладно, сейчас все сделаем. Сим подтверждаю, что баба за решеткой есть Аленушка. Так. И подпись. Илья Мурамец. Богатырь русский. Вроде ничего не забыл. А второй раз зачем пишет? Нет, так не пойдет. Тут же печати нет. Сейчас все будет, начальник. Печатель? Угу. Слушай, служивый. А, это уже было. Может, у морячков печать есть какая-то? Стой! Посторонним на корабль нельзя! Ага, да-да. Слышь, морячок, а у вас на корабле печать какая-нибудь имеется? Имеется, конечно. Как положено, корабельная печать. А можешь мне на бересту поставить? Совсем не модные очечки позапрошлогодний сезон. А мне только на грузовые декларации и описи багажа ставить печать положено. Вот если бы твоя баба была запакована и ленточкой перевязана, тогда совсем другой разговор получился. Баба была бы запакована, ленточкой перевязана. Да, ну юморок какой-то есть, конечно. Хотя, с другой стороны, ретро нынче в моду. Ну да, есть такой немедленно. Глядишь, и подойдут очки к моему шлем. Ну-ка. Вот так гламурненько будет. Ну, кстати, вот это одна из вещей, до которых сложно догадаться. Очки клеем намазать. Вот грузовая декларация. У дружи, а поставь печаль. И как он даже не заметил, что мы очки его взяли да клеем намазали. Вот это тоже вопрос интересный. О, я не могу смотреть на это, блин. Что-то-то зрение со всем от этой работы испортилось. А что за груз? Две бочки острых язычков в подарочной упаковке. Ммм, классный. Хороший груз, ходовой. Ладно, держи. Чего-то это как-то легко сильно было. Ну да ладно. Получи документ на девицу. Да. Ну вот теперь, я думаю, все, что нужно, все есть. Печать там можно. О, другое дело. Официальная береста. Держи ключ от нашей кутузки. Сам отопри. А то я на нее смотреть уже больше не могу. Ну, как служба? Да вот, с переменным успехом. То берем добро, то даем. Выходи, барышня. А дверь сама открылась. Ура! Наконец-то справедливость восторжествовала. Свою часть договора я выполнил, барышня. Так и я не подведу. А назад можно вернуться, нет? Да, можно. Но уже, тем не менее, уже без надобности все равно. Сходи, что ли. Попробуй на корабль устроиться. Не переживай. У меня профессиональный подход к людям. Я тут из достоверных источников слыхала, что на вашем судне вакансий имеется. В смысле, вам настоящий профессионал, мастер своего дела нужен. Ну, мастер один нужен. По морским узлам. Только что-то ты, девица, на него невольно-то смахиваешь. Это потому, что имидж у меня такой. Прогрессивный. Давай тестовые задания. Ладно, держи. Ой, сколько узелочков. Так. А вот мини-игра нас ждет. Надо... Надо по три узелка, чтобы было как минимум. За каждой комбинацией будут начисляться проценты. Надо набрать 100%. Если вот так вот бомбочкой, то взорвется сразу несколько штук. Также со временем появляются якоря, которые блокируют нам возможность перемещать этот столбец или строку. Но от якорей можно избавиться. Вот таким способом. И вот таким тоже. Так. Ну-ка дальше. Что? Вот так. Вот так. Все-таки я молодец. 32% уже. Окей. Что-то мы от каждого якоря очень быстро избавляемся. Обычно у меня такого не бывает. Все-таки я молодец. Вот, пожалуйста, еще раз. Ой. А, тут два я чуть не заметил. Вот так. Нет, так не работает. Бабах. Хорошо. Получается. А, тут где-то зелененьких. Ну ладно. Красные зато были. Так. Так. От якоря избавился. Вот если вот три такие вот редкие штуки сопоставить, то получится офигенно. А, неплохо получилось. Правда, не факт, что мы можем успеть до 100% это сделать. Вау. Так. Что можно? Вот это передвинуть можно. А, это нельзя двигать. Так. Можно. А, блин, это не двигается. И это не двигается. Упс. От якоря избавились. Отлично. Все-таки я молодец. Так, вот третья появилась. А, нет, подождите. Какая третья? Это, это та же вторая. Просто она упала туда вниз. А теперь сверху опять вылезла. Так. Третьей вот этой разноцветной нет пока. А, это не двигается. Какую можно двигать? Вот эту? 80% неплохо. Упс. Так. Хорошо. Неплохо, неплохо. Так. Блин, это не двигается. Не получилось. Упс. 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 Это не двигается. Это не двигается. Какие можно двигать? Это не двигается. Вот это двигается. Так. Так. 86%. А вот и третья. Только с ними сейчас будут проблемы. Они не двигаются. Сейчас просто на рандом как-нибудь попробуем. А, нет. Так не работает. Все-таки не работает это. Ну, можно от ядва якоря избавиться. Эти не двигаются. А, вот можно подвинуть. Вот так можно сделать. Все-таки я молодец. Все-таки я молодец. Я так понял, они много очков дали, вот эти разноцветные. Все, игра выиграна. Узелки распутаны. Распутаны. Как известно, дело мастера боится. Поразительный результат. Можете подниматься на борт. Ну что, идем на корабль? Да, больно как-то. Вдруг у меня болезнь морская. Ну, мы, значит, идем на корабль. А ты, громила, куда? Мы в команду только барышню взяли. Так я без него работать не могу. Он мой личный тренер по фитнесу. Без него я быстро уставать начинаю. О, люди дают. Блин, это прокатило. Его тоже все-таки пустили. Только хлипковат уж больно кораблик. Доски под ногами так и гнутся. Ммм, да. Ну что, скоро отплываем. В смысле, отходим. А вот это неизвестно совсем. Как так? Так чтоб в Царьград идти, капитан нужен. А он пропал. Велел не беспокоить. А потом его никто не видел. Будем искать. Так, посмотрим, что внизу. Интересно. А здесь мыши нет? Может и есть. А тебе они зачем? Тебе еще и мыши нужны. Обойдусь как-нибудь. Вот это животина правильная. Богатырская. У него под ним какой-то люкс находится. Может там что-то полезное есть. Скажи-ка, мил человек, а что это у вас там за зверь в трюме? Тссс. Большая военная тайна Византийской империи. Секретный план Василевса поставить на охрану государственных границ огромных боевых слонов. Обалдеть. Ну что, готова морские узлы заплетать, рукодельница? Заплетать? Да я их только что едва распутывать научилась. Здорово, интуристы. Здорово, капитана не видали? Это нам уже неинтересно. Не мешайте нашему культурному отдыху, молодой человек. Что-то мне подсказывает, что что-то знают они про капитана, но не говорят. Диковинные плоды не для богатырского организма. Нам бы попроще чего. Вот это ценный пищевой продукт. Русские тут уже пищевые продукты имеются. Квас змея Горыныча даже есть. И кто по лицу добрую, эдакой загогулиной на конце испортил? Отодвинуть слона бы этого надо. Едой приманить нужно его. Неужели не нравится? Ишь ты, брезгует животина заморская. Так может, он к нашим овощам не привычный, потому что не растут они на его исторической родине. И то верно. Скажи-ка, мил человек, а чем ваш богатырский зверь кормится? Ох и переборчиво, страсть. Только фрукты из-за южных морей ему подавай. Да. Ну вот, фрукты товарищей интуристов, значит, нужны. Договориться надо с ними, чтобы поделились фруктами. А не угостите фруктами, товарищи интуристы. Очень нам хочется их попробовать. Бананы как бананы. Чего их пробовать? Берешь и ешь. А я вам взамен наших русских овощей на пробу дам. Нет, мы ваши овощи переварить не можем. Еды человеческой месяц не видели, на одних только фруктах перебиваемся. Вот ты нам чего-нибудь приготовь, тогда и отдадим тебе фрукты. Вот это задача, так задача. Какой-то рот у этого мужика странный. Как будто это у него губы до носа до самого, что ли, такие. Что-то с провиантом на этом судне неважно. Может, все-таки поделитесь фруктами? Нет, это нам коммерчески невыгодно. Да. Вот напасть. Теперь интуристы еды просят. Может, попробуешь приготовить чего? Э, нет. С этим сам разбирайся. Я от природы к готовке не способна. Как жаль. Сейчас проверим, известно ли моряки оружие чистят. А то мало ли что. Ну, похоже, что исправно. Есть наверху чего-нибудь? Ты будешь на мачту, посмотришь с высоты. Глядишь, что-нибудь полезное и обнаружится. Это можно. У меня врожденное чувство равновесия. И спрашивается, зачем я сюда полезла? Не, не пойду. Как я буду выглядеть, если на палубу свалюсь? Немного высоковато лежит. Эх, проворонило. Вот теперь еще яйцо с палуб отскребать придется. Ну, наконец-то вниз. Вот дела. Яйца с неба падают. Причем тут небо? Это я его достала. Что здесь здоровое какое? Не могло. У меня тут свой тонкий расчет имелся. Можно яичницу сделать. Только... Нужна тарелка какая-нибудь нормальная. Ну-ка. Обалдеть просто. Ничего себе у него сила. Только вот... Только вот вопрос, как Илья забрал у него потом обратное это сплющенное ядро. Яичница почти готова. Только пожарить ее теперь надо. А где? Вопрос. Сырую нельзя подать им, конечно же. Симпатичная стекляшка. Да, вот через нее можно пропустить лучи солнца и пожарить. Но только не в помещении. Нет. Так жару не добыть. Неоткуда ему взяться. О, даже запах-то какой появился. Держите, интуисты. Приятного вам аппетита. Отлично. Замечательно. Отлично. Хлеба, чтобы жир зажевывать у меня нету. Правда. А можно мне заморских фруктов попробовать? Вот это не советую. И еще не известно, как они. на наш русский организм подвезли. Как будто русские еще и организмом отличаются от других. Ну. Ну, господи. Ну, о чем ты думаешь, Илья Муромец? Почуял его зверь богатырский. Так. Давай, подтягивайся еще. Хорошо. Вот теперь к этому люку и подойти спокойно можно. Так. Что у нас тут? Нет, ну, совсем сухопутные обнаглели. Без спроса в служебные помещения вламываются. Я, между прочим, член команды. Специалист по морским узлам. А вы, наверное, капитан? Угу. А она смотрит в другую сторону вообще. Мой хороший капитан. Проиграл корабль голландцам, разорви их тысячи акул. Так что спускайтесь лучше на берег. Не пойдет это судно никуда. Так в этой тьму таракань изгниет. Ну, а если мы тебе корабли вернем? Да не выйдет у вас ничего. Голландцы эти, игроки прожженные. И во что я с ними играть только не пробовал. Все время проигрывал. Ну, это уж наша забота. Да. Значит, сыграть теперь с этими голландцами надо. С чем пожаловали? Капитан я или салага сухопутная? Ну, как бы вам сказать? Все ясно. Да, вот он сидел там под клеткой слона этого. Он в запертии все это время что ли был? Или как? Физкульт, привет! Что вам еще? А не хотите ли сыграть со мной? На этот корабль? Не интересно. Вы, аборигены, совсем плохо играете. Так что надоело вам. Вот, если какую-нибудь новую игру нам предложите, тогда мы подумаем и может сыграем. А может, на пальцах выкинем? Ну, или на камень-ножницы-бумага? Не интересно. Такой, вроде бы, серьезный моряк, этот капитан. И как он мог собственный корабль проиграть? Дело говоришь. Я бы вот на месте князя Киевского все азартные игры запретил бы. А кто хочет, пусть в лес идет и играет. Ммм, это точно. Ну вот, кстати... Всегда мечтал порулить. Ха-ха-ха-ха, хорошо порулил. Только схватил, сразу сломал. С другой стороны, кстати, из штурвала можно кое-какую русскую забаву устроить. В поле чудес сыграем. Слушайте правила нашей русской забавы, господа империсты. Играть будем по таким правилам. Барабан крутим, буквы называем. Если буква в слове есть, открываем ее и получаем очки. Если буквы нет, то ход к противнику переходит. Кто слово первым назовет, тому пятьсот очков. А кто три тысячи наберет, того и победа. Слушайте задание, игроки. Богатое здание в русском стиле, предназначенное для проживания знатных людей. С хорошим ремонтом. Блин, ну вот это я не помню. Здесь, по-моему, не три тысячи, а полторы надо набрать. Так, ну ладно, я не могу назвать слово, я не знаю, что это слово. Давайте крутить. В принципе, поле чудес, это одна из моих любимых, была ранее, телевизионных программ. Буква А. Буква А. Эх, жаль. Почему ранее? Потому что, если раньше в поле чудес на первом канале с Якубовичем концентрировалось внимание на игре, то сейчас всякие вот эти вот... О, хорошо. Жаль, отрицательного счета только нет в этой игре. То есть сейчас там всякие, давайте мы вам песню споем, вот мы вам подарки принесли, вот это все. Очень, очень сильно, очень немного отвлекаются от игры. Впрочем, Якубович сам говорил, что хотел бы, чтобы передача была не про игру, а про тех, кто в нее играет. И это, кстати, не только мне, это многим не нравится. Поле чудес, значит внимание на игре должно концентрироваться, а не на... Особенно песни, вот песни вообще просто бесит. Двадцать очков. Ну, двадцать, это вообще немного. Ну, не знаю, пусть будет буква Р. Буква Р. О, хорошо. Крутим еще, я не знаю, что это за слово. Хорошо. Но у нас мало очков, чтобы удваивать. Буква О пусть будет. Буква О. Возможно, это терем, надо будет в следующий раз попробовать букву Е. Хитрожопый какой, а? А хотя какой хитрожопый, у нее же ничего сейчас не прибавится. Нет, нет. Такой буквы в этом слове нет. Такой буквы в этом слове нет. Мой ход. Главное, чтоб сейчас нормальный сектор выпал. И мне выпал плохой. Минус пятьдесят. Переход хода. Моя очередь. Сейчас покажу класс. А, ну, отлично. Минус пятьдесят. Переход хода. Мой ход. Опять 20. Ну чё так мало-то? Буква Е. Терем, наверное. 50. Опять мало. Буква Т. Терем, я так понимаю. Называем слово. Называю слово. Буквы нужно нажимать по порядку. Верно. У этого вопроса может быть несколько вариантов ответа. В зависимости от того, сколько букв. А вот это я чё-то не помню. Может, вспомню, когда ещё буквы будут. Буква В. Нет. Мой ход. Чё-то я не помню такого города, если честно. Сто... А, нет, 50 очков. Так, ну-ка. Попробуем букву А. Буква А. Да, блин. Какой буквы в этом слове нет. Моя очередь. Сейчас покажу класс. Иногда, кстати, бывает такое, что голландец может назвать слово, даже когда не открыта ни одна буква, при первом же ходе. И это... Это не знаю, это глюк или такое реально возможно. Это, наверное, такой вот глюк, наверное, бывает иногда. 300, 300. Хорошо. Буква Е. Буква Е. Да, блин. Я столько очков попрофукал. Моя очередь. Я реально не знаю, чё это за... Где-то это город. 150 очков. Буква Н. Нет, тут такой буквы. Мой ход. Да, блин. Ноль. Переход хода. Моя очередь. Долго чё-то эта игра у нас идёт. Сейчас покажу класс. А, это решительный шаг. 150 очков. Буква У. Правильный ответ. Минус 50. Переход хода. Какой-то. Мой ход. Сейчас как... Да, ёшкин ты, кот. А ну как это может быть, а? Моя очередь. Ха. Я догадался. Называю слово. Муром. Блин, точно. Муром. Муром. Вот. Так, ладно, он близок к победе. Слушайте задания, игроки. Неужели переигрывать придётся? Колющее оружие русских воинов. Крутим. Удвоение. В случае правильного ответа очки удваиваются. Возможно быть, копьё попробуем букву К. Я выиграл. Я чуть больше тысячи набрал. Ещё бы. Я даже энциклопедии на ночь читаю. Даже слово не до конца-то назвали. Мы так и не выяснили, какое это слово. Всё-таки копьё. Но я так понимаю, копьё. Илья. Так, всё, выиграли корабль и добрались до Царьграда. Замечательно. Да ну, суета одна. Ну что, тебе ко дворцу идти, а мне, соловья-разбойника, да бурушку искать. Так что упрощаем, барышня. Ну уж нет, мы команда. Помогу я тебе коня богатырского сыскать. А князь с Василиевсом подожду. Ишь ты. Баба, а молодец. Надо поговорить со всеми тут сначала. Скажи-ка, мил человек, а не видал ты здесь часом богатырского коня или соловья-разбойника? Не видел ничего такого. Нам вообще по сторонам смотреть не получили. А ничего, тут магазинчики. Может, шопингом займёмся? Нет времени сейчас на всякую ерунду. Шопингом. Только у нас денег их нету. Византийских. Привет, дружище. Туда и кормить животное запрещено. Это жестокое обращение с животными. Да я права, с такую статью напишу. Да пребудет с тобой сила, великий гуру. Счастье и посветление, Баларанзе. Вижу, гуру ты со срочной пришёл. Они очень тихо разговаривают. Я что-то даже не слышу, о чём говорит. Бурушку и соловья-разбойника. Да пребудет с тобой сила, великий гуру. А, то же самое всё скажет. Понятно. С этим поговорить нельзя. Здравствуйте, уважаемый. А не видал ли ты здесь коня богатырского и соловья-разбойника? Не, я бы обязательствовал. У меня глаз уже... А хитрая дудочка у тебя, уважаемый. Дуешь в ней, змея и танцует. Дуешь в ней, змея и танцует. Здравствуй, уважаемый. А не видал ли ты здесь коня богатырского и соловья-разбойника? Видел бы, заявил куда положено. Стой, на пляж без справки нельзя. Какой такой справки? Просто поражаюсь в глубине твоей отсталости, чужеземец. На пляж нельзя без справки о здоровье. Да таких здоровых, как я, во всём свете не сижу. Наверное. А может это только видимость? По чём я знаю? В любом случае у нас порядок такой. Без справки на пляж нельзя. Где ж я возьму эту твою справку? Найди, голубчик лекаря. Да попроси выдать тебе справку. Делать нечего. Попробую. А может пропустишь без справки? Нет, не положено. Новая проблемка. А пляж как-то попасть надо. Держи-ка, а где тут у вас лекаря найти можно? А зачем тебе лекаря? Здоровье подправится? Да нет. Справку получить нужно. Без неё на пляж не пускали. Ну тогда вот ёлку на шедра. А хитрые... Да блин, опять он про дудочки разговаривать будет. Я... Совсем садра местная оплава. Справку о здоровье. С меня. Богатыря требуют. А может ты прав он? Ты на себя так в зеркало давно глядел? Весь бледный, глаза горят. Совсем с этими поисками измаялся. Скажи-ка, мил человек. А не знаешь, где тут доктора искать? Доктора нам безнадобности. Вот ветеринара знаю. Только он на противоположном конце городе. Ну, к йогу обратимся тогда. И будет с тобой сила, Великий Город. Счастье и просветление подавать. Ищешь музыка? Так и есть, мой учитель. Справка мне требуется, чтобы на пляж Царьграда пройти. Духу моему подвластно. Плату вноси и справку получишь. Нет у меня денег, Великий Город. Я бы сказал, это на вред. Только пошло бы. Разрешите, уважаемый, у вашей гадины я лично взъять. Ну, это уж мое дело. Дай яду, гадина. По-хорошему прошу. Эх, не понимаешь. Ну, давай. Вот тебе пособина, Зминюга. Смотри мне, чтобы яду до краев было. Удивительно, что она добровольно, можно сказать, ты сделал. В реальной жизни бы, я думаю, так не прокатило. Знаю, принёс ты, что нужно у меня. Вот, учитель. Выпей, яду. Спасибо. Он ещё и бурлит. Я отлично. Чувствую, мое приближается к рассветлению. Что-то я за йогу волнуюсь. Кажется, не пошёл ему яд на пользу. Это обманчивое впечатление. Учитель, он духом силён. Ну вот, справка о здоровье теперь у нас имеется. Вот справка. Так вы, голубчик, практически здоровы. Можете проходить на плече. Ну вот, пляж. А у меня купальника нет. А хочешь, я тебе свою кольчугу, да? Можешь в ней искупаться? Она у меня из нержавейки. Да что-то расхотелось. Кольчуга. Я боюсь, очень сильно не по размеру будет. Ух ты ж, ё-моё. Смотрите-ка, кто у нас здесь. Вот это да. Алёшка. Его ты каким ветром сюда занесло. Неужели тот самый богатырь, Алёша Попович? А можно я у него интервью возьму? Лучше не надо. И вообще не заговаривай с ним. А то с Любавой проблем не оберёшься. Ну ты баба. Должна понимать. Ладно. Здоров будь, богатырь Алёша Попович. Здравствуй, Илья Муромец. Всё на службе государственной злодеи плавишь? Как и в предыдущей игре он с бородой. Да нет. Пришлось уволиться. Из-за несогласия с политикой руководства. Но злодея одного ловлю. Соловья разбойника. Похитил он коня моего, богатырского. Курушку? Так я его видел недавно. Из моря вышел на пляж, а я-то думал, примерещилась мне. Да нет, не примерещилась. А куда потом конь делся? Не знаю я. Как решил, что привиделось, так сразу отвернулся от греха подальше. Скажите, а что вы чувствовали, когда сражались с Тугарином? Ну? А вы, девушка, кто вообще такая? Ну что ты сразу начинаешь, Любавушка? А потому что нечего лохудром всяким к тебе с вопросами цепляться. Это я лохудра? Ну все, хватит. Раскудахнулись курицы. Пора нам бурушку искать. Да и соловья-разбойника я бы повстречать не отказался. Поговорил бы с Алешкой. Да боюсь, баба опять сцепится. А пусть она первая не начинает. Говорил же тебе, не лезь к Алешке. Извини, подвела тебя? Да, очень-очень жаль. Интересно, откуда здесь золото? Узнаю след бурушки. Богатырская копыта. На подковы целый путь железа уходил. Отлично. Идем по следам. Потрясающий архитектурный ансамбль. А как по мне, так для ансамбля здесь гусли и балалайки не хватает. Здоров будь, служивый человек. А не видал ты здесь часом коня богатырского? Видел, конечно. И коня вашего, и князя. А куда они делись, не скажешь? А с чего это я тебе рассказывать что-то буду? Может, из воинской солидарности? Это вряд ли. Знаешь что, чужеземец, мне здесь еще целых три дня дежурить. Придумай, чем мне на посту развлечься. А я тебе про коня твоего, да про князя, все расскажу. Ладно, попробую. А хочешь, я тебя скороговорки научу? Отлично помогает время скороговорки. Давай, старейдем. Я чую, сейчас жесть будет. Ехал грека через реку, видит грека. В реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку греку. Цап. Ехал грека через реку, видит грека. Вот ты. Чего у нас греции? Древний напряженные отношения, так что не годится твоя скороговорка. Другое развлечение мне придумай. Да. Прикол, конечно. Слушай, я донышка. Может, развлечешь служивого? Станцуешь ему или песню споешь. Еще чего? Я летописец, а не скоморох. Смола хвойная. Чрезвычайно для организма полезная. Да, из такой смолы можно и эту жвачку сделать. Горчичная жевательная резинка. Не знаю, вкусно или нет, но время скоротать, я думаю, поможет. Смолкать. На, съешь. Вот, отведай. И вкусно, и время скоротать поможет. Тьфу ты! А трава ядреная. Да, жаль он не сказал. Тьфу ты, гадость какая. Это... Это посмешнее звучало бы. А из мяты можно сделать и жвачку. И уж эта жвачка явно будет лучше, чем жвачка из горчицы. Вот, отведай. Вот, отведай. О! А про коня богатырского и князя киевского рассказать. Ах да, забыл совсем. Схватили, значит, с твоего князя и в тюрьму бросили. Ого, обалдеть. Сперва вроде был. А все, хватит меня отвлекать. Не знаю я больше ничего. Совсем византийцы ошалели. Князя русского и коня богатырского в тюрьму сажать. Ну, князя я еще могу понять, за что. И вообще, арест главы иностранного государства может быть приравнен к началу военных действий. Ну, я им покажу войну. Пошли к тюрьме. Пошли к тюрьме. Там разберемся, что делать. А ну, проваливай. Посторонним здесь находиться нельзя. Да я только убедиться хотел, что преступники надежно заперты. А то слышал недавно, чужеземца одного арестовали. Говорят, прям зверь настоящий. Так и есть. Привели одного недавно. С виду-то совсем заморыш. Но как глянет, аж мурашки похожи. Еще князем себя величает. Да, он точно. Но ты не бойся, он надежно заперт в камере для особо опасных преступников. А коня богатырского с ним часом не было? Что-то ты много вопросов задаешь. Ты часом этого самого князя не подельник? Даже наоборот. Ладно, проваливай отсюда по-добру, по-здорову, пока стражу не вызваю. Так вроде булыжник мне без надобности. Как-то хлипковата деревяшка для моей богатырской руки. Что-то есть не хочется пока. Странно даже. Интересно, что за хмыль такой. Наверное, особо опасный преступник в розыске. Ну, я думаю, что Илья не настолько глуп, чтобы реально так подумать. Я думаю, он очевидно понял, что это византийский император. Но нарочно, видимо, это сказал. Да. Кстати, сам Василевс-то не появляется в игре. Он появляется только в этих в отрывках из мультика. Вот нас ты. Говорю же тебе, иди отсюда. Или хочешь, чтобы тебя самого в тюрьму засадили? А может и хочу. Ну и не выйдет у тебя ничего. Тюрьма и так переполнена. Так что лучше уйди. Да, плохо дело. Уж больно их тюрьмить. Переполнено. Значит, у них так много бандитов в Царьграде было. Ну да, тем более денежки у нас есть. А можно вашу дудочку для слона испытать? Это я запомнил. Отличная дудка. Отличная дудка. Ру. Отличный дудок. Отлично. Отлично. Просто отлично. Отлично. Просто отлично. Вот этот, кстати, погонщик слона, который стоял в мультфильме, то он... То он вообще... Князя жестко прям... Не буду произносить этого слова, но, короче, обманул. Хотелось бы кое-какое... Кое-какое матерный синоним сказать. Больше бы как-то подходило. Он реально сказал, за то, что катаешься, денег платить не надо. А потом говорит, за то, чтобы слезть со слона, давай платить деньги. Так. Нельзя дудеть. Зря только слона вызовем. А теперь надо бы на слона на тюремные стены направить. Так это просто. Нужно с дудочкой в тюрьму пройти, да через окошко заиграть. Скажешь тоже, просто. Меня туда точно не пустят. Ну так я пройду. Смотри и учись. А лучше пойди и со слоном побудь. Проконтролируй, чтобы не делать никуда. Пока я в тюрьму проникать буду. Только смотри. Если что и так, сразу ко мне беги. Очень ты смелая, да. Прибегу, как же. Ни за что не пойду. Я в тюрьму проникнуть пообещала. Не пойду. Мне перед Ильей стыдно будет. Пустите меня в тюрьму. Лучше по-хорошему проваливай, барышня. О наших заключенных сам Василевс заботится. И другие благодетели им не нужны. Да, судя по субтитрам, она должна была сказать кое-какое, что-то там длинные предложения, какие-то услуги. Хотела предложить. Можете поставить на паузу и посмотреть. А-а-а, ну-ка. Прекрасно, у меня заглючила игра. Аленушка никуда не идет. Придется переигрывать этот момент. Так, переигрываем этот момент. Пустите меня в тюрьму. Лучше по-хорошему. Условия содержания заключенных какие-то там. Поставьте на паузу и посмотрите, что там было написано в субтитрах. Она должна была это сказать. И ответ от охранников-то, соответствующий субтитрам был. Короче, это какая-то недоделка. Очень неприятная, я бы сказал. Иди отсюда, барышня. Мы тут делом важным заняты. Преступников охраняем. Нам не до женских капризов. Так я и есть настоящий преступник. Посадите меня в тюрьму. Ой, не смеши. До тебя максимум, но хулиганства хватит. И то мелкое. Ах так? Ну, гляди у меня. Получай! Ничего, так ударь. Только техники не хватает. И силы. Получай! Ой, щекотно. В расход овощей. А им вообще пофигу. Интересно, как у них может быть тюрьма переполнена, если в нее так трудно попасть еще? Булыжник, оружие пролетариата. Ну ничего, я знаю, что с вами делать. Так, хорошо, попробуем вот это. Какой неприятный мужчина. Прямо в точку. Это оскорбление Василевса. Статья 319 нашего уголовного кодекса. Хватаем ее и в тюрьму. Двери просто исчезли. Я муромец прислал, чтобы вас освободить. Не бойтесь. Скоро сюда ворвется Илья Муромец на огромном боевом слоне и спасет нас. Белены объела, что ли? Хотя какая-то белена. По какой статье упрятали, красавица? По 319. Так от тебя еще 75 лет здесь загорать. Ну-ка, пора. Пустите в ход наш задуманный план. Поехали. Не вышло. Вот зря я в детстве отказывалась в музыкальную школу ходить. Об этом что-то они подумали они немного. Вот возьми. Сыграй что-нибудь. А то у меня не получается. А что сыграть? Да что угодно. Ну ладно. Да это дудочка не настроена. Как я могу на ней играть? Может сыграете для дамы? Можно. Да блин, что вообще никто не умеет играть? Ты совсем от тюремного воздуха ослабел. Может быть другой способ попробовать. А не могли бы вы, уважаемый сиделец, охранника вызвать? А как же? Могу. Только делать этого не буду. А что она сама его не вызывает? Ух ты ж, нифига себе. Не хочу, чтобы обнаружили. Так здесь подземный ход есть. Значит мы скоро сможем на свободу выбраться? Ага. Как только работу закончу, выберемся. Я охота тут уже 20 лет рою. Осталось-то всего ничего. Какие-то жалкие три года. А глянуться не успеете, как окажетесь на свободе. Нет, так долго ждать мы не можем. Нам бы охранника вызвать и прямо сейчас. Может согласитесь. А мы для вас что-нибудь взамен сделаем? А мне не надо ничего. Ну, если уж так приспичило, давайте сыграем. На срок тюремный. Вы играете, вызову охранника. А проиграете, так 10 лет за меня отсидите. Договорились. Правила, значит, просты. Нужно по своим шафкам щелбаном щелкать. Так, чтобы чужие из поля выбить. У кого на поле шафок не останется, тот проиграл. Понятно. Интересно, как же он подземный ход роет? Руками, что ли, ковыряет весь этот асфальт? Хорошо. Да это лёгкая же игра. Нет, нет, нет. Хорошо. Проиграл. Следующий раунд. Хорошо. Ну, как... Он точно не поддается случайно? Как же ты плохо... Как же ты плохо шайбы, эти шашки пускаешь. А мы вот так. Так тебе. Я сделала это. Это не Алёнушкина фраза была. Блин, не туда же. Сейчас я класс покажу. Да, блин. Ну ладно, всё равно выиграла она опять. У него ни одной не осталось шашки, а у меня-то одна. Я сделала это. Я сделала это. Ес. Я сделала это. Хорошо. Нет, надо было посильнее немного. Я бью кручёный. Так тебе. Хе, свою собственную выделу. Молодец какой. Опять фраза какая-то пропущена была. В субтитрах можно было увидеть. Почему Алёнушка сама не могла так сделать? Какие-то подозрительные звуки из вашей камеры. Сейчас проверю здесь всё. И если что, пеняйте на себя. Объезжай, начальник. А дверь, дверь, дверь закрыл бы. А это ещё что за запрещенный предмет? Дудочка? Но она не играет совсем. Сейчас проверим. Забавно, что у неё эту дудочку не изъяли. Выходит, Алёнушку стражники схватили. Точно так всё и было. Да я бы не допустил. Я бы их... Но предупреждать о таких вещах надо. А то я сижу. Готовности никакой. А тут стража. Ясно всё. Да, короче... А коня богатырского куда дел? Короче, Илья на слоне освободил всех. Из-за этой дудочки вот слон пробежал. Когда ты сагада доберёшься, вручить в лучшем виде. А он, Василевс, предатель подлый, бурушку себе забрал. А меня, законного правителя суверенной державы, в темницу к ворам и убийцам. И казну государственную тебе присвоил. Не дописано немного всё. С Василевсом твоим мы разберёмся. Так у него же армия целая. Да и Соловей разбойник. И он на службу записался. Значит, со всеми разберёмся. Паде его заставили записаться туда. И с Соловьём в первую очередь. Будем дворец брать приступом. Точно, Илюша. У меня от этих переживаний чуть сердечный приступ не случился. В окно надо попасть как-то. Но до туда не допрыгнуть. И тем более так высоко. Цель верная. Но высоковато больно. Вот бы его поддеть чем-то. Иначе не вытащить никак. Берём в плен знамя противника. Обалдеть просто. Вот это всасывающая сила. Так. Ну и сейчас как. Да. Колосс на глиняных ногах. Глиняные ноги. Да мы их с одного удара снесём. Ну-ка давай. Фигак, блин. Не допрыгну. Далеко больно. Вот князя забросил бы. Толка от него здесь всё равно никакого. Можно из скамейки сделать. Неуместная немного фраза. Мне кажется, поэтому я её пропустил. Ну-ка. Опа. Вот это я понимаю. Ух ты ж. Красота какая. А дизайн. Вернусь в Киев. Докажу себе такой же сделать. Да. Красно место. Вот только нам бурушку да Алёнушку выручать нужно. А дверей здесь что-то не видно. Как это? Точно. Двери нету. Потому что Василевск трону через окно. Ну тут эти. Тут на улицу вон выход идёт. Зачем двери тут? Ну чусь. Вот там что-то есть. Но это каким-то необычным образом открываться должно. Чего-то здесь не хватает. Корона. Корона должна быть здесь. Вот так. Ага. Надо все элементы поставить правильно. Да что ж ты удумал такое? Трон владыческий ногами топтать? А чего с ним церемониться-то? С Василевсовым троном. И то верно. Ну давай уж лучше я на трон полезу. Так-то оно по справедливей будет. Где сам император-то, кстати? И почему здесь нет никакой охраны? Ну давай. Мне-то всё равно. Мы вообще беспрепятственно тупо шаримся в этой комнате. Держава там внутри. Держава здесь должна быть. Вот так. А нужно я корону себе оставлю? Ну или хотя бы скиппику? Эх, не о том ты, княже, думаешь. Возьмёшь потом, когда всё это закончится. Ну-ка. Высоко висит. Не достать. Давай, что ли, подсажу тебя. Достанешь эту длинную золотую штуковину. Не штуковину, а скипетр. Деревня-то дремучая. Эпично это сейчас было, блин. Вот так. Как мне это место нравится. Так и остался бы тут. Ну и оставайся. А я друзей выручать пойду. Пошли. Сейчас будем биться. Где все? Выходите. Сейчас биться будем. Хм. Что? Здесь тоже абсолютно то же самое, что с разбойниками в предыдущей серии. Надо шкалу процентов набрать, которую, правда, камера загораживает мне. Правда, вот с этими лучниками немного потруднее. Они очень четко попадают. Увернуться от них не так-то просто. Ну! Да даже прыжки не всегда помогают. Вот с этими сапогами он прыгает высоко. Надо также, кстати, умудриться не поймать череп. Вредоносный бонус. Эти сапоги что дают, я так и не понял. Опа! Череп! Держимся подальше от этого места. Ага! Соловей-разбойник. Сейчас за все посчитаемся с ним. Куда собрался? А ну вернулся нафиг! Сейчас порешаем все на месте. Соловей-разбойник. Сейчас за все посчитаемся субтитры. Время для того, что я переехал в зале. Прямую для тебя. Абонте. Прямую для тебя. Опа! Прямую для тебя. давайте подходите все ко мне здоровье вы дали о вот здоровье так что-то лучников много надо избавиться от них здоровье соловей может только на нижнем этаже ходить армия похоже отступает ладно сейчас мы с тобой закончим и все вот все игра пройдена пропускаем эту этот отрывок из мультики где собственно заканчивается все и в общем в общем хорошая игра замечательная в следующий раз следующая игра три богатыря и шмаханская царица в которой есть сюжет абсолютно к сожалению другой нежели в самом мультфильме был прям вообще даже не не шмаханская царица том там толком было но там есть но в этой игре есть несколько преимуществ а как который мы разберем как раз таки когда будем ее и проходить ну ладно в общем такая вот интересная игра здесь другая музычка уже на фоне играет титры наверно пропустим человек смотреть-то так что на сегодня все с вас и кос подписутся с меня эпичный видос подписывайтесь на стримовый канал блоговый канал спадеру вконтакте всем пока всем пока всем пока